Завод по производству оптики для оборонки находит новые рынки сбыта. Несмотря на санкции, наши продукции охотно покупают в разных странах земного шара от Канады до Китая. Алексей Кузьмин побывал в цехах одного из самых секретных предприятий Новосибирска. В полной темноте на таком приборе видно абсолютно четко людей, даже можно лица рассмотреть. Есть расстояние, которое берет этот прибор, 350 метров, но его можно увеличить при помощи специальной оптики, которую нужно надевать вот сюда, и, соответственно, расстояние увеличится примерно где-то до полутора километров. От получения материалов до выпуска готового оптического преобразователя два месяца. Сборку ведут в стерильных комнатах. На литр воздуха допускается не более трех пылинок размером полмикрона. Достичь такой частоты можно при многократном воздухообмене. В течение часа воздух в помещении меняется в 80 раз, а сотрудники надевают спецодежду с антистатическим покрытием. Все вот эти рабочие поверхности работают в условиях очень сильных электрических полей. То есть напряженность электрического поля достигает 10,6 и более вольт на миллиметр. Соответственно, любой дефект на поверхности приводит к появлению так называемых автоэмиссионных точек, из-за которых потом, собственно, прибор выходит в строю. На строительство и оснащение нового корпуса потратили 530 миллионов рублей. Уникальное оборудование для создания электронно-оптических преобразователей разрабатывают здесь же на предприятии. Аналогов в мире нет. Здесь идет проверка сигнала, шум, какой прибор имеет сигнал, шум. И смотрим показания по монитору, наблюдаем параметры. Здесь у нас идет график. Если что-то не соответствует? Если что-то не соответствует, отдаем на предыдущую операцию, добавление причин. 60% продукции идет на оборонный заказ. Временно координатно-чувствительный ультрафиолетовый пеленгатор – прибор третьего поколения. Используют в системе защиты от направленных ракет с головкой с инфракрасным наведением на танках и вертолетах. А новейшие оптические преобразователи улучшают функции приборов ночного видения, снайперских прицелов, в том числе камер на беспилотных летательных аппаратах стратегического назначения. В совокупии сегодня в Сибирском федеральном округе очень много предприятий, которые работают на оборонно-промышленный комплекс. И то, что мы начали подниматься в этом вопросе, то, что сегодня мы производим образцы, аналогов которым нет, наверное, это говорит о том, что идет определенный, при всем при том, при всей сложности в экономике, но идет подъем к производству. Это хорошо. На продукцию новосибирского завода Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Несмотря на это, Катод отправляет продукцию и в Канаду, и в Корею, Китай, Великобританию. К 2020 году в планах предприятия занять не менее 20% мирового рынка. Алексей Кузьмин, Борис Гладких, Новости ОТС.